От разрушительной огненной стихии к водной. Курские активисты бессмертного полка России утро субботы провели на свежем воздухе. С лопатами в руках, мешками для мусора и хорошим настроением отправились приводить в порядок заброшенный родник, который находится недалеко от Маквы. В состав экологического десанта вошла и наша съемочная группа. О том, что здесь есть природный источник, мало кто знает. Больше он походит на иссякающий ручеек. Несколько раз в год Сергей навещает родник, пытается вдохнуть в него новую жизнь. Я здесь родился рядом, поэтому я за этот край особенно переживаю. Чтобы родники работали, чтобы все у нас, молодежь, верю в молодежь, чтобы Россия возрождалась. Мусор повсюду, стеклянные пластиковые тары, пакеты, окурки. Больше всего активистов удивило наличие бытовых отходов. Ситуацию прояснили постоянные посетители источника. Мол, это следы любителей отдыха на свежем воздухе. Холм представляет собой, так скажем, накопитель для родника. Он накапливает воду и весь мусор, который на нем сосредоточен, он может создать загрязнение для родника. И наша задача очистить вот этот холм, ну и разумеется сам родник. За счет этого мы сможем его сделать снова чистым, вкусным, полезным. Чтобы как следует оживить родник, пришлось немало потрудиться. Более 30 добровольцев убрали с территории высохшую траву, опилили деревья. Я всегда пришла, чтобы помочь нашему городу. В нашей школе есть волонтерский отряд, и мы всегда ходим на субботники. Я решил помочь, задействовать и поучаствовать в чем-то, сделать что-то полезное. Думаю, это будет не просто так. Грузовик мусора отправили на утилизацию. Качество воды в очищенном роднике поручили проверить специалистам Роспотребнадзора. В планах у активистов привести в порядок еще ряд заброшенных источников, чтобы быть ближе к природе. Не на словах, а на деле. Сергей Сергеев, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.